Дело сделано. Иранские военные подтвердили сделку с россиянами. Информ-агентство Тасмим, ссылаясь на слова бригадного генерала Махти Фарахи, опубликовала информацию о поставке в страну авиации из РФ. Речь идет о истребителях Су-35, ударных вертолетах Ми-28 и учебно-тренировочных Як-130. Иран и Россия подписали крупные соглашения, направленные на активизацию экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества. В сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства. Авиапарк ВВС Ирана довольно устаревший. И российские Су-35, которые приравниваются к Ф-16 в модификации блок 50-52, дадут им определенный паритет в потенциальном противостоянии с противником на Ближнем Востоке. Слухи о том, что в Тегеране договариваются с Москвой о поставках авиации, ходили давно и вот теперь получили свое подтверждение. Израильские эксперты эту новость оценивают не как угрозу, а определенную неприятность для их страны. У Израиля есть технические преимущества над этими машинами, есть преимущества в качестве летного состава, однако это дополнительные возможности, которые Иран получил, возможность, которая несколько осложняет Израилю жизнь в случае такой операции. И поэтому для Израиля эта проблема как на формальном уровне, символическом, так и в общем-то проблема практически преодолимая, но дополнительная проблема. Никто не хочет дополнительных проблем. Детали сделки между Ираном и Россией остаются засекречены. В обмен на что россияне простились Су-35, которые в условиях полномасштабного вторжения в Украину им и самим бы пригодились. Ранее обсуждалось, что в Москве получили технологии производства БПЛА «Шахет» и уже запустили их с конвейера. А дали ли в Иране доступ к баллистическим ракетам малой дальности, которые так желают в России, пока непонятно. Впрочем, и количество тех же Су-35 неизвестно. Если это та партия, которую россияне так и не смогли продать в Египет, то речь идет о 24 пушках. А что если больше, смогут ли их произвести? Есть две проблемы, которые преследуют этот самолет. Первая – это создание инфраструктуры для поддержки, ремонта и обслуживания этих самолетов. И в целом, как знаем, россияне в принципе не умеют передавать такие технологии, потому что надо строить достаточно серьезные центры подготовки. Необходимо готовить летный состав, инженерный состав. Это, как правило, у них не очень получается. Вторая важная составляющая – это, конечно, мы должны понимать, что Су-35 хоть и заявлен как российский самолет, он все еще продолжает использовать западные комплектующие. Страна встает заложником Российской Федерации и фактически понимает, что риски в любой непонятной ситуации Российская Федерация может просто прекратить продавать запасные части, и эти самолеты станут металлоломом. С одной стороны. С другой стороны, стоимость летного часа, несмотря на достаточно многие заявы, что этот самолет эффективный, дешевый и все остальное, оно не подтверждается. И летный час, как правило, в полтора раза дороже, чем у того же F-16. Пополнение авиапарка российскими птичками еще сильнее сплачивает две страны, находящиеся на оси зла. Как на этот шаг, пусть и предсказуемый, отреагирует в Израиле, пока неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok